Позволяет получать таксационные ведомости, содержащие параметры деревьев в зависимости от типа лазерного сканера и проводить сегментацию облака точек в соответствии с полученной таксационной ведомостью. Я представляю компанию Альфа-Сканер. Я являюсь техническим специалистом, который как раз отвечает за работу с оборудованием и с программным обеспечением. Давайте тогда, наверное, начинать и пройдемся уже по презентации. Наша компания является официальным дистрибьютором компании Greenvale в России и мы предоставляем решения в 3D в трех сферах. То есть это по воздуху, в земле и под землей. Есть оборудование для каждого из этих биома и есть также к этому оборудованию еще и софт, который позволяет обрабатывать это все. То есть есть для каждого из оборудований ПО для первичной обработки, то есть для воздушных сканеров это Leisure Reference, для мобильных лазерных сканеров это Lefuser и также есть Lidar 360, который позволяет в итоге полученный результат уже комплексно оценить, его обработать и произвести какие-то манипуляции с итоговым облаком точек. Альфа-сканер это отраслевой партнер и официальный представитель Beijing Greenvale Technology Company в России. То есть у нас есть реальный опыт работы, профессиональная команда, у нас идет прямой импорт. Прямой импорт из Китая в Россию по контракту без ограничений. Мы даем техническую поддержку клиентам, демонстрации, обучениям при запросах. Также мы занимаемся разработкой интеграции специальных решений, каких-то уникальных. При покупке мы представляем сервисы гарантии от производителя, у нас есть локализация решений в России и региональная дилерская оси. Сегодня у нас вебинар на тему LeGrip H120, это мобильный лазерный сканер. Немного о нем, то есть LeGrip это инструмент геодезического класса для сбора и обработки результатов мобильного сканирования. Он подходит для создания топографических и поэтажных планов, создания карт 1.500 масштаб, проведения расчетов параметров сканируемых объектов, то есть это измерение длины, объема, площади построения сечений. Также полученные данные можно использовать для BIM, TIM и геоинформационных систем. Можно им выполнять сканирование туннелей и подземных выработок, сканирование леса и таксацию деревьев, паспортизацию объектов, геодезические изыскания проводить и маркшидерские работы, а также получение объемов серия закрытых и открытых складов. Собственно, вы справа увидеть можете, как выглядит LeGrip H120. LeGrip H120 это сама сканирующая голова, к ней единственный не подключен управляющий блок, но это основная часть, которую вы несете в руке. Вот, вы несете его так. По его основным техническим характеристикам, у него радиус сканирования 120 метров, то есть общий диаметр у него будет 240 метров. Это действительная его характеристика с радиусом сканирования, потому что у него лидар стоит HESI и это его действительно рабочая величина. Но также этот радиус можно искусственно уменьшать уже при постобработке, что после я покажу. Пойдемся дальше по характеристикам. Скорость съемки у него 320 точек в секунду, угол обзора 360 на 285, то есть вы можете увидеть, что в этой части у него как пас, и он вращается вокруг своей оси, и также сканирует еще и сам лидар с охватом. Точность измерения расстояния это плюс-минус 3 сантиметра. У него есть синхронизованная панорамная камера в разрешении 5К, который снимает. И также в комплекте к нему поставляется программное обеспечение для обработки траектории, расцветки облаков точек, геопривязки и фьюзер BP. Преимущества лазерного сканера или гриппа H120, то есть первое это быстрота сканирования. Объекты сканируются со скоростью перележения оператора, и конфигурация объекта может быть любой оператором, может выступать как человек. Со стандартной скоростью шага 1 метр в секунду также его можно установить на машину. Сейчас разрабатывается монтажное крепление для него, которое будет устанавливаться на машину и сверху будет устанавливаться сам сканер. Поэтому есть, конечно, скоростные ограничения, но основная суть в том, что он передвигается и сканирует именно со скоростью оператора. Дальше это варианты геопривязки. То есть геопривязка это основное, необходимое для конкретизации вашего облака точек, то есть в каких он координатах находится этот объект, и как вы вообще можете его использовать, ну то есть разместить среди ландшафта. То есть первый вариант это функция геотегов, когда в процессе сканирования фиксируются опорные точки с известными координатами. У него есть в нижней части прицел, который вы наводите и создаете точку GCP, то есть Ground Control Points, с помощью которой вы потом присваиваете координаты. И второй вариант это с помощью GNSS модуля, он поставляется в виде рюкзака. И при использовании рюкзака необходимы данные с базовой станции для обработки данных в PPK, Post-Processing Kinematic. Базовая станция может быть как производство Green Valley International, она делается на платиновый отель, так и любого производителя, который пишет данные в формате RENIX. Также есть возможность использования данных с сетей базовых станций, то есть глобальных. Вы их запрашиваете, получаете в RENIX и уже обрабатываете в лифьюзере. Дальше это синхронизованная панорамная камера Insta360 ONE R, позволяет проводить автоматическую колоризацию вашего облака точек и получать его в RGB цветах. Защищенность сканера от неблагоприятных погодных условий это IP54. Встроенная батарея, на сканере и батарейном блоке имеются защитные кожухи от дождя и пыли. Кабель используется с защитными разъемами лем. То есть все это вы видите при процессе сборки. И хотелось бы подвести именно преимущество тем, что это законченное решение. Комплект оборудования включает все аксессуары в себя, все провода, кабели. То есть у вас лигрипп поставляется полным комплектом, вы его собираете и используете. И также к нему идет лифьюзер BP, который позволяет обрабатывать ваши данные. Плюс Green Value в том, что она также разрабатывает Elydar 360 с модулями рельеф, лес, линии электропередач. И так далее для решения именно ваших задач. То есть вы можете построить всю цепочку производства и обработки на данных и оборудовании от одного производителя, который позволит минимализировать ошибки. И насчет теперь Elydar 360. Это комплексное ПО, которое поставляется модулями. То есть есть изначальный Elydar 360 фреймворк. Он позволяет загружать облака точек в само ПО, конвертировать их в другие форматы, производить чистку и оптимизацию данных. То есть изначальная обработка полученных результатов. Выполнение классификации, получение статистических данных по облаку точек. То есть измерение, производить какой-то анализ, получать небольшой. Дальше рассмотрим Elydar 360 модуль Terrain. В нем, в свою очередь, располагается в основном работа с рельефом. Это моделирование поверхности земли, создание растровых DEM, DSM, CHM, изображений, построений изолиний. Полученные результаты могут быть как в растровых форматах, так в формате облаков точек, векторных файлов и файлов LiModule. Дальше у нас идет Elydar 360 модуль Forest. Комплексный модуль, состоящий из двух модулей. Он как подмодули. Один отвечает за воздушное лазерное сканирование, второй за наземное. И имеет функционал, связанный с получением данных из облака точек леса. Позволяет получать таксационные ведомости, содержащие параметры деревьев в зависимости от типа лазерного сканера. И проводить сегментацию облака точек в соответствии с полученной таксационной ведомостью. Дает статистические инструменты для индивидуальных деревьев, то есть регрессионный анализ для воздушного сканирования. Инструмент для создания ведомости, содержащий данные о породах деревьев. Работа синхронизованная между собой ведомостями, облаком точек, траекторией фотопанорамной. То есть это все можно в один комплекс собрать и работать. И модуль Powerline, это модуль для работы с линиями электропередач. Он дает инструменты для расширенной классификации облака точек, содержащих в себе элементы LED. И позволяет выполнять разметку LED-башен. На этом, наверное, с презентацией все. Дальше хотелось бы показать вам видео именно с комплектацией сканера. То есть в каком виде он поставляется. Комплект поставки LeGrip H220 содержит в себе вращающийся сенсор, батарейный блок. И элементы соединяются между собой одним лемокабелем. Также в комплекте поставки имеется регулируемый ремешок. Для включения сканирующей системы необходимо осуществить двойное нажатие на батарею. Одно короткое, второе продолжительное. На голове сканера имеется защитная заглушка для сенсора. При включении прибора вы можете видеть интенсивную индикацию. Комплект оснащен второй батареей с зарядным устройством на три элемента питания, кабелем с интерфейсами LEMO и с другой стороны RJ45 для передачи данных на ПК. Также USB накопителем с ПО и мануалами. Для выполнения сканирования с GNSS модулем необходима установка на рюкзак. Монтаж происходит посредством крепежных петель с пазами, выполненных из металла. Они имеют затяжные винты, что придают жесткости конструкции. Рюкзак снабжен кабелем с измененной длиной для соединения батарейного отсека с головой сканера, а также кабелем, ведущим к антенне. Аналогично предыдущим используется LEMO-разъем. Все порты подписаны, так что монтаж не составляет труда. Для установки на рюкзак головы необходимо демонтировать съемную подставку, которая используется при съемке с рук для создания точек геопривязки. При сканировании с рюкзака необходимо иметь также базовую станцию. В нашем случае это базовая станция от Green Valley на платиновый отель. В принципе, сейчас посмотрели видео с комплектацией, оно было заранее записано. Вы могли увидеть то, что он поставляется в защитном кейсе, то есть он выполнен из авиационного алюминия, именно сам сканер. Кейс имеет все поролоновые прокладки, то есть комплектация у него максимально надежная, его можно в этом чемодане перевозить. Он вмещается в ручную кладь в большинстве авиалийнг, то есть это именно мобильные решения. Все кабели, они выполняются на заводе Green Valley, то есть можете быть в них уверены, то есть это оригинальные LEMO-разъемы, которые позволяют надежно фиксировать провода, то есть они не будут выпадать при каких-то манипуляциях, передвинуть сканер, либо подскользнетесь и не упадете, очевидно, а просто как-то дернется и так далее. То есть у вас не будет разрыва именно этих модулей. И теперь хотелось бы показать также видео, но с процессом сканирования. То есть как он происходит, какие можно выполнить манипуляции во время сканирования, то есть там будет продемонстрирован сбор GCP-точек, там будет видно использование приложений в нижнем правом углу. Для мобильного лазерного сканера существуют приложения на телефон устанавливаемые, оно предоставляется в комплекте с оборудованием, и с него вы также можете полностью дублированно управлять устройством. Для начала сканирования необходимо включить управляющий батарейный отсек, после чего начнется запуск устройства. Это занимает порядка минуты. В это время происходит интенсивное мигание индикатора в нижней части сканирующего устройства. После успешной инициализации устройства индикация сменится на стабильное зеленое свлечение и появится точка доступа Wi-Fi с названием LeGrip и его серийным номером. Для запуска процесса сканирования можно использовать как приложение, так и аналоговую кнопку индикатор на корпусе устройства. При настройке проекта из мобильного приложения GreenValley вам будет предложено задать имя скана, в ином случае оно будет установлено в соответствии с датой и временем начала выполнения операции. Камера включается отдельно одиночным нажатием на кнопку питания. Статус сканирования отображается в нижней строке на главном экране приложения. Оператор видит статус подключения модулей, среди которых LiDAR, Камера, IMU и GNSS, так как использование некоторых из них опционально. Для последнего также предусмотрена строка, отображающая количество доступных спутников. Их рекомендуемое количество 15-20 для получения стабильной траектории GNSS. Также при сканировании отображается время, объем занятой памяти сканера и камеры, также заряд батареи. Когда индикация на приборе изменит частоту на замедленную 1 раз в секунду, либо в приложении появится статус collecting, это означает, что можно начинать ход сканирования. Важно! Во время инициализации сканирования прибор необходимо держать вертикально, либо поставить его на ровную плоскость, а также вблизи него не должно быть ограничивающих обзор предметов. Как демонстрационный полигон было выбрано офисное здание и его прилегающая территория. Спланированная траектория включает в себя старт на улице, и сразу после начала сканирования мы создаем точку GCP, на известные точки в локальной системе кардена для последующей геопривязки облака точек. После чего мы заходим на первую лестницу внутри здания, по которой поднимаемся на шестой этаж и проходим коридор насквозь к другой лестнице, по которой спускаемся на первый этаж, проходим через коридор к выходу на улицу и выходим обратно на прилегающую территорию здания. Там мы собираем еще две точки GCP вокруг него для геопривязки и проверки результатов по точности на этапе постобработки. Для ускорения сканирования линейных объектов возможно использование GNSS-модуля. Использование этого модуля позволяет производить сканирование без опорных пунктов. Как результат сканирования получается облако точек в системе VGS84. Произведя несколько съемок, облако точек автоматически встанут в одной системе координат. Последующий пакетный перевод нескольких проектов в местную систему координат возможен при использовании параметров перехода, либо при наличии трех закоординированных реперов, которые V хорошо видны на облаке точек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Закончив обход здания, возвращаемся примерно в стартовую точку и завершаем сканирование. Это можно осуществить через приложение, а также через аналоговую кнопку индикатор на устройстве. После окончания прохода необходимо завершить запись на камере, для этого нажав кнопку рекорд на ее корпусе. Помимо запуска и завершения сканирования, приложение используется для отображения получаемого облака точек в реальном времени, для мониторинга результатов, а также для управления данными на записывающем устройстве, например, удаление ненужных проектов, сброс результатов на USB-накопителе.